Дворец спорта «Триумф» вновь объединил профессионалов и любителей одного из сильнейших видов спорта. Открытое первенство округа по кёкушинка и карате проходит в Люберцах 21-й раз. В состязаниях принимали участие 450 спортсменов. За боями наблюдали мои коллеги. Право открыть соревнования у самого опытного спортсмена. Захар Каняев за 17 лет упорных занятий освоил все тонкости боевого искусства. Это дало ему право получить второй дан по карате. Теперь спортсмен передаёт знания и опыт своим воспитанникам. Когда-то в далёких 2007-х годах я также приходил и начинал выступать. И смотрел на старших, которые также нам подавали достойный пример и выступали на международных аренах. Всем на татаме сегодня желаю побед. Никогда не опускать руки, никогда не сдаваться. Успех придёт. Главное работать и всё будет. Ещё добавляй ноги. Ноги по ногам, Макс. Руки выше. За призовые места состязались участники из Подмосковья, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Ивановской и Воронежской областей. Люберцы представили 180 человек. Максим Смирнов занимается карате только год. В соревнованиях такого уровня участвует впервые. Я очень доволен, что я выиграл. Соперник был так себе. Ну, хороший. Но я хочу стать сильным и каратистом. Очень плотно сейчас работаем по борцовской практике и в то же время работаем по ударной тоже. Соответственно, скоростя, связки, перемещения и вообще манера поединков, манера всего очень сильно у нас развивается и растёт. Вообще, с японского это общество искателей абсолютно истинно переводится кёк-шинкай. Оно считается самым сильным, самым жёстким карате в мире. Потому что уже после того, как дети вырастают, становятся юниорами, мы снимаем всю защиту и дерёмся без ничего. По результатам турнира сильнейшим каратистам присвоят спортивные разряды. А люберчане, ставшие победителями и призёрами, в феврале представят люберцы на соревнованиях Центрального федерального округа. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛТВ.